День добрый! С вами Смирнова Ирина. Сегодня мы поговорим о второй функции замечательного инструмента FastStoneCapture. Функция видеозапись. Вот для того, чтобы перейти в эту функцию, нам необходимо нажать вот на эту кнопочку. Видите, здесь подсказочка сразу идет «Видеозапись». Кликаем на эту кнопочку и видим окно с настройками видеозаписи. Давайте сначала пройдем в опции. В опциях мы можем с вами настроить видео. В видео у нас используется частота кадров, и мы выбираем 20. Это делается для того, чтобы качество вашего видео было очень хорошее. Качество берем лучшее. Сжатие, меньший размер файла, меньше цветов я не использую, потому что я хочу, чтобы у меня было качественное видео. Это используется тогда, когда вы хотите сэкономить объем сохраненного видео на вашем компьютере. Запись курсора мыши. Если у вас учебное видео, и вам необходимо показывать какие-то действия на экране, конечно, запись курсора мыши должна быть. Подсветка курсора мыши. Подсветка курсора мыши и подсветка щелчков мыши. Естественно, мы это оставляем, потому что, если, опять же, вы делаете учебное видео, то вам необходимо показать, где происходят какие-то акценты с мышью, когда вы проводите какие-либо действия на экране. Подсветка щелчков мыши настраивается. Вы можете сделать подсветку щелчков мыши в виде круга. Я всегда оставляю в виде звезды. Появляется такая красная, вспыхивает звездочка при щелчке. Вот размер, диаметр щелчка мыши вы можете установить. Я беру самый маленький, этого вполне достаточно. Вы можете сделать его большим. То есть диаметр мыши у вас будет практически 10 пикселей. Кликаем «Ок» и переходим в звук. В звуке мы, естественно, оставляем запись звука. Стерео мы делаем тогда, когда вам необходимы определенные эффекты при записи. Естественно, оставляем запись щелчков мыши для того, чтобы человек обращал внимание не только визуально, но и слышал, где происходят щелчки мыши. Громкость, вот сейчас я останавливаю на 80, для того, чтобы вы просмотрели, как это происходит. Вы можете установить на 50. Этого, в принципе, будет вполне достаточно. Клавиши. Здесь нам предлагается только одна клавиша, F11. Это клавиша «Остановка записи». Тогда, когда вы закончите свою запись, вам необходимо будет нажать на клавишу F11. «Файлы вывода». Файлы вывода – это возможность назвать на автоматически ваше видео. Вот посмотрите, здесь есть, например, вот такая подсказка. То есть вы можете установить определенные данные, которые покажут вам на компьютере, какая это была запись. Вот решетка показывает нумерацию этой записи. Год, месяц, вот таким значком показывается день, час, минута, секунда. Есть возможность выбора. Посмотрите, вы можете просто показать в папке, что это видео и нумерацию его. Можете показать в папке полностью дату и время записи. А можете показать дату и время записи и нумерацию. Я обычно оставляю вот такое название. Для чего? Потому что я делаю несколько записей, бывает, в течение дня. И чтобы помнить, где какая запись у меня происходила, я оставляю и дату, и номер. Вот сейчас у меня уже нумерация начинается с 11 записи. Я могу здесь поменять запись. И посмотрите, вы можете сделать пятизначную запись. То есть, начиная с единицы, у вас, видите, есть возможность нумерации достаточно большая. После сохранения файла я оставляю открыть папку с файлом. Больше ничего. Вы можете воспроизвести видео, и оно у вас будет воспроизводиться в том редакторе, при помощи того кодека, который у вас настроен на компьютере. У меня киностудия Windows настроена, поэтому я просматриваю всегда там. И информацию, перевод, вернее, посыл этой записи я сразу же могу делать из этой киностудии. Но сегодня речь у нас не об этой киностудии, а о Fast and Capture. Итак, кликаем «Ок». Все, мы настроились с вами. Теперь смотрим область записи. Давайте начнем снизу. Весь экран. Вот если я сейчас кликну сюда на весь экран и кликну на запись, то у меня появится вот такая вот плашечка, где здесь дана вся полностью информация о том, какие настройки у вас в данном случае, и дана информация о размере вашего кадра. Вот здесь вы вряд ли увидите сейчас, но так как весь экран, то красная такая рамка, она будет выделять весь экран. Я отменяю эту запись и перехожу на весь экран без панели. Если я соберусь сделать так, то посмотрите, настроенная программа уже, вот красная полоса, видите, идет внизу. Вот эта настроенная программа, она уже уберет панель вашего компьютера. Отменяю. Перехожу к окну «Объекту». Очень интересная возможность. Значит, посмотрите, вот я сейчас делаю запись, и посмотрите, вот у меня сейчас пока не выскакивает, не появляется окно с запуском, да. Но почему? Потому что я не выбрала еще окно. Вот я сейчас работаю в PowerPoint, мы сейчас с вами съемки будем делать именно в PowerPoint, показательные, да. Вот я выбрала окно, я выбрала вот это окно. Если я переведу курсор вот сюда, я выберу вот верхнюю часть полностью. Если я переведу курсор сюда, то я выбираю вот эти вот кадры с левой стороны. Я могу выбрать, например, даже вот такую полоску, как заметки к слайду и так далее. Давайте вот здесь вот я выберу, как будто я выбрала вот эту часть, я кликаю, то есть только после выбора у меня появляется вот это вот окно с запуском. Я отменяю. Я выбираю прямоугольную область. Прямоугольная область дает возможность нам просто выбрать область записи. Вот посмотрите, я сейчас выбираю область записи вот такой. Вот она, эта область записи. Почему в PowerPoint я выбираю такой? Потому что мы будем с вами демонстрировать слайды именно в PowerPoint, а они при вот такой демонстрации иногда бывают больше, чем необходимо. Вот посмотрите, видите, я выбрала окно. Теперь если я перейду вот на эту, на этот слайд, то посмотрите, видите, у меня окно, оно меньше, чем этот слайд. Вот чтобы не было у меня, чтобы это было красиво, я сделала вот такой стандартный выбор окна именно по размеру слайда. Теперь я делаю запуск. И запись пошла. Обратите внимание, что внизу идет информация о том, что сколько секунд запись идет, и подсказка, что остановить мы с вами можем клавишей F11. Вот если я сейчас здесь кликну, то у меня, я надеюсь, что будет показана та информация, которая дает нам, то есть подсветка мыши будет показана. Перехожу на другой слайд, на следующий слайд, и вот так вот я делаю запись. То есть перелистовые слайды. И вот это у нас последний слайд. Еще раз показываю, ну, например, извините, сдвинула слайд. То есть я вот начинаю вот здесь вот щелчки мыши, вот они щелчки мыши, здесь будут записаны у нас. Итак, делаю клавишу F11, и вижу сразу, видите, информацию о том, в каком виде у меня сохранилась вот эта вот запись моя. Пишу сохранить. И у меня эта запись сохранена. Вот она сразу показана здесь в проводнике компьютера. Что я делаю дальше? Дальше я очень просто могу, если я хочу ее отредактировать, то я могу открыть ее в том формате, где я собираюсь ее редактировать. Вот посмотрите, у меня завязана эта видеозапись на вот такую вот киностудию, она называется киностудия Windows Live. Если я сейчас открою эту запись, то у меня откроется киностудия. Видите, вот щелчки мыши, здесь я вижу, как происходит. И запись пошла. Обратите внимание, что внизу идет информация о том, что сколько секунд запись идет, и подсказка, что остановить мы с вами можем. То есть, как видите, запись со звуком, со всеми подсказками, она прошла. Здесь я не буду показывать, как я буду работать с этой записью, то есть, как я буду ее улучшать, увеличивать размер, уменьшать размер и так далее. Я просто хочу показать, что отсюда я сразу могу войти на YouTube и введя пароль, то есть, сразу же выйду на запись. Это первая возможность. Давайте мы вот это закроем, все. Второй момент. Я могу сделать иначе. Я могу сделать таким образом. Я могу выйти сразу на YouTube, выйти в свой аккаунт и добавить видео, так, как это мы делаем обычно. Вот она загрузка. Давайте я сделаю ее личной, для того, чтобы не было у нас никаких проблем. Вот я выбираю это видео. Оно у меня было под номером 11. И пошла загрузка. Видите? То есть, я ее отменяю, чтобы вы понимали, что идет работа, отменить загрузку, да, что идет сразу же вы это видео в этом формате можете загрузить на YouTube. То есть, как видите, весь процесс идет очень просто и очень быстро. Итак, мы рассмотрели с вами возможности нашей вот этой программки замечательной, которая называется Fastone Capture. Я показала вам две функции. В первом видео я показала вам, каким образом мы можем делать скриншоты. Во втором, вторая функция, каким образом мы можем сделать запись рабочего стола или каких-либо картинок, какой-нибудь галереи картинок. То есть, в любом случае, мы можем сделать видеозапись. Удачной вам работы! Всего доброго! С вами была Смирнова Ирина. Смирнова Ирина.